Место, с которого, как считается, началось строительство Санкт-Петербурга Петром Великим, Петропавловская крепость, имеет поистине уникальный архитектурный ансамбль. Среди бастионов, равелинов, ворот, куртины крепостных рвов, домов, тюрьмы стоит собор, который был заложен в самом сердце города. По сути, многие горожане и по сей день считают, что в Санкт-Петербурге сердце города, это именно Петропавловский собор. Об этом туристически значимом месте и будет рассказано в данной статье. Он был заложен в 1703 году и некоторое время существовал в виде деревянной церкви. По сути, города как такового еще не было, в условиях войны была заложена крепость на острове и внутри крепости был построен храм по традициям того времени. В каменном виде уже собор заложили в 1712 году, и достроен он был окончательно только к 1733 году, уже в годы правления императрицы Анны Иоанновны. Это была архитектура нового типа, искусствоведы относят собор к стилю Петровского барокко. Он достаточно ближе к западноевропейской архитектуре, чем его более ранние русские собратья. Есть легенда, что концепцию и описание собора полностью продумывал сам император, создавая, во-первых, нечто новое, а во-вторых, самое высокое здание, выше колокольни Иоанна в Москве, который он противопоставлял свой «Северный парадис». Дополнительная информация. В связи с длительным временем постройки работы велись разными архитекторами. Так, начал создание и строительство каменного собора итальянец Доменико Трезини. Часы в 1776 году монтировал голландеца Орд Красс, а в следующем году фигуру с ангелом монтировал Антонио Ринальди. Высота колокольни собора составила 112 метров и с годами ремонтов и реконструкций все больше увеличивалось. До середины 50-х годов прошлого столетия это было самое высокое здание в стране. На западном фасаде находится многоярусная колокольня, на самом верху которой находится фигура ангела с крестом, помимо всего прочего служащая ориентиром в городе. Сам храм имеет довольно строгий вид и частично напоминает костел. Внутри убранство более богатое и поражает многих своей красотой. Отдельно следует отметить резной иконостас высотой 20 метров из липы и лиственницы, изготовленной на московском оружейном дворе. Внутри собора находится родовая усыпальница династии Романовых, как правящих императоров, так и членов их семей. Первым в усыпальнице был похоронен Петр I, в 1733 году, спустя уже шесть лет после смерти. Далее там стали хоронить правящих монархов, за исключением Петра II, умершего и похороненного в Москве Иоанна Антоновича, а начиная с эпохи Николая I и великих князей, членов императорской семьи. Адрес собора. Собор имеет адрес Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Триф. Телефон плюс 7, 812, 230, 64, 31. Режим работы, понедельник, 10-18, вторник, 10-17, среда, выходной, четверг, 10-18, пятница, 10-18, суббота, 10-18, воскресенье, 11-18. Обратите внимание, администрация музея подчеркивает, что время работы может быть изменено. В настоящее время Петропавловский собор в Санкт-Петербурге официально не передан епархией и считается храмом, использующимся не по назначению. С 1954 года и по настоящее время он находится в ведении Музея истории Петербурга. Петропавловский собор Казань Но, несмотря на это, начиная с 2000 года в Петропавловской крепости проводятся службы по следующему регулярному расписанию богослужений, литургия, воскресенье и в двунадесятые праздники в 8, исповедь в 7,30, накануне, всеночное бдение в 18. Начиная с 2008 года ежегодно проводятся пасхальные службы. Также проводится ежегодно большая служба в престольный праздник, 12 июля, день святых апостолов Петра и Павла. Регулярно в храме служат панихиды по усопшим членам царской семьи. Собственного официального сайта собор не имеет, его страница на сайте Музея истории Петербурга, где отражена необходимая информация о времени работы, стоимости посещения, выложены фото. В остальное время собор работает в формате музея. Стоимость билетов для взрослых, 450 рублей звездочка, для учащихся, 250 рублей звездочка, для пенсионеров, 200 рублей звездочка. Вход в Петропавловскую крепость бесплатный, до 20. Круиз Санкт-Петербург-Москва-Санкт-Петербург, ближайшая станция метро, стакан. Горьковская, от станции нужно идти пешком через Александровский парк. Среднее время в пути, около 5-7 минут. Также можно добраться на такси или на личном транспорте. Многие туристы и горожане предпочитают добираться до собора в ходе пеших прогулок, так как вокруг острова есть много достопримечательностей. Петропавловская крепость находится в самом центре Петербурга и можно всегда построить большое множество маршрутов, в ходе которых охватываются и другие исторические и культурные места как города, так и Петропавловской крепости. Сама крепость привлекает своими постройками, фортификационными сооружениями, что является и по сей день одной из визитных карточек Санкт-Петербурга. Да и сейчас свою службу несет Петропавловская крепость, расписание предусматривает обязательный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина-Бастиона Петропавловки. Помимо этого, на Заячьем острове, где и находится крепость и собор, есть городской пляж, привлекающий в летнее время любителей купаться, а у стен крепости для любителей гастрономии есть один из ярких ресторанов города – ресторан «Корюшка». Петропавловский собор является одним из главных украшений Санкт-Петербурга и одной из важнейших его достопримечательностей. Самое высокое здание города с памятной и запоминающейся фигурой ангела на шпиле является наиболее ярким объектом и многократно отраженной в литературе, и в кино, и в фотографии, и в живописи. Горожане, равно, как и посещающие Петербург туристы называют этот собор одним из важнейших объектов города и местом, где обязательно надо побывать. Звездочка цены указаны по состоянию на август 2018 года.